Строительство детских садов, переселение из аварийного жилья и повышение зарплат бюджетникам. Как выполняются эти и другие майские указы президента в Край, сегодня обсудили члены регионального отделения Общероссийского народного фронта. Как отметили активисты, в целом Край хорошо справляется с поручениями главы государства. К примеру, благодаря активному строительству садиков очередь дошкольных учреждений значительно сократилась по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, проблемы остаются, и общественники принимают участие в их решении. После вмешательства членов ОНФ удалось устранить строительные недоделки в домах, сданных в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Ачинске, Каннске, Березовке и Несейском районе. Также Народный фронт стал инициатором законопроекта, который предлагает создание вокруг Красноярска и других городов зеленого щита, в пределах которого будет запрещено рубить лес. Закон вступает в силу с 1 января. В целом обеспеченность детскими садами мы считаем достаточно удовлетворительная. Больше того, я скажу, в городе Сосновоборске, практически это первый пример, там уже в детских учреждениях стали создавать ясельные группы, о чем речь, кстати, в указе президента не шла. То есть это тот пример того, как и органы власти откликаются, вернее, понимают и выполняют требования. А также о своей деятельности уже в роли депутата. Продолжение следует... Предполагается, что две недели это пленарное заседание, неделя работа в комитетах и всего лишь неделя работа с жителями. Ну это слишком просто, очень мало времени, конечно. Сейчас будем выходить с предложением, чтобы увеличить количество денег на работу с жителями. Спасибо.